давид приветствую даша антон доброе утро вчера вечер господина директора я не вижу но дай вообще кого-то но не могу сейчас я посмотрю что-то у меня несправедливость совершенно точно пока антон настраивает я вам директор еще каш покажу всем другое дело совсем другое дело теперь я в привычной обстановке спасибо да что сказали хорошо что теперь мы все настроили как вы пережили вчерашний вечер расскажите о том как ощущаются на себе 180 ракет запущенных ранам это был в самом деле не необычный вечер он был совершенно необычным даже те для тех кто очень привык к ракетным обстрелом там где они проживают в израиле есть люди разной степени привычности к ракетным обстрелом это было нечто новое череда тревог и количество перехватов и я уже не говорю о зрелище которое предстало перед теми кто смотрел или те кто смотрел это потом по видео это было нечто особенное к сожалению этому вечеру предшествовала очень кровавое событие в южном пригороде тель-авива в городе яфа когда террористы из хеврона приехавшие в израиль убили семерых мирных граждан на остановке внутри тель-авивского трамвая и как выяснилось потом их действия вот это вот оказались более скажем так успешные с точки зрения кровавого урожая чем почти 200 баллистических ракет так вот как сказал один из моих коллег м16 может оказаться эффективнее баллистики в таком количестве но впечатление впечатлениями а конечно же вечер был особенный причем это с исторической точки зрения в истории войн не было и в том числе в истории обстрелов израиля не было колить такого количества баллистических ракет средней дальности примененных единовременно прошлым мировым рекордом были примерно 120 ракет в апреле этого года 14 апреля правда тогда еще было около 180 или даже несколько больше скажем около 200 бпла и крылатых ракет сегодня насколько можно судить вообще обошлось бы без бпла и без крылатых ракет хотя ходили слухи что что-то там иранцы запустили еще днем но но якобы не долетела никаких реальных подтверждений этому пока нет израиль перенес эту атаку перенес абсолютно без потерь благодаря системе противовоздушная противоракетной обороны которая действовала очень успешно несмотря на то что часть ракет прошли сквозь нее иначе быть не может в общем-то герметичных систем не бывает часть разорвалась на открытой местности значительная роль принадлежала американцам здесь это очень важно отметить во всем что касается раннего предупреждения то есть они не дали потерять ни секунды в плане того что запуск ракет был обнаружен о том что атака планируется было понятно и известно по разного рода источником от разведывательных до дипломатических иранцам иранцы сообщили через арабские источники что они собираются арабские странам что они собираются атаковать помощь американцев еще и заключалась собственно в перехвате я не знаю последних данных но три американских эсминца находящихся в средиземном море не знаю участвовали все три или чуть меньше но они по их данным они перехватили не менее 12 ракет что очень существенно в общем перенесли атаку как любое такое первое в своем роде события это безусловно если не не первое но особенно в своем роде события даже после 14 апреля жертвами атаки стала дель единственной жертвой атаки это такая вот ирония судьбы стал палестинский палестинский житель газы который правда находился в городе ерихон это возле самой границы с иордании палестинский город ерихон чуть севернее мертвого моря и даже есть видео как он погиб он погиб от огромного обломка сбитой ракеты либо это была отделившаяся первая ступень находился на улице и буквально смысле этот обломок его раздавил и теперь главное упирается в то каким будет ответ израиля на этот счет есть разные мнения каким он должен быть но в любом случае он должен быть очень и очень существенным они таким как был в том минувшем апреля были сообщения и предположения больше о том что целью этой атаки был город димона в котором располагается ядерная электростанция в котором есть исследовательский ядерный реактор как вы к этой к этим предположением относитесь ядерного ядерной электростанции в израиле нет речь идет о скажем так центре ядерных исследований ну и согласно международным иностранным источником месте где израиль производит ядерно ядерное оружие но это согласно иностранным источникам израиль естественно подобное не признается удар скажем так из того из того что можно было узнать из армейских источников удар может быть и не был не непосредственно по реактору в димоне однако в сторону димоны скажем так были насколько можно судить были запущены ракеты это первое кроме того ракеты были запущены согласно официальным данным корпуса стражи исламской революции по трем авиабазам в израиле одна двум на юге страны не ватим и ха царем и одна в центре страны чуть южнее тель-авива однако по факту ракеты летели в других направлениях и здесь важно в том числе упали в том числе и в населенных пунктах непосредственно так одна из ракет снесла ну фактически не снесла но почти снесла школу в городе гедера это несколько южнее тель-авива кстати не очень далеко от авиабазы о которой они говорили но тем не менее это не 200 метров от авиабазы это мягко говоря еще один это очень важный момент который необходимо учесть при ответе иранцы били в том числе и не самыми точными ракетами по местам поблизости от которых находятся многочин густонаселенные районы то есть они прекрасно понимали что разлет ракет будет большим это невысокоточное оружие во многих случаях было тем не менее это не помешало им принять решение я уже не говорю о том я не знаю понадеялись ли они на израильскую систему пв или нет но их действия безусловно должны были если бы все пошло по их плану и даже то что не по плану привести к серьезным жертвам среди гражданского населения и это показательно это должно быть учтено а насколько вообще процентов сообщение иранских сми и иранских военных соответствует реальности я вчера просто видела сообщение о том что 80 процентов ракет достигли своих целей о том что уничтожены самолеты чуть ли не десятками о том что это просто победа и атака самая удачная а здесь понятно что пропаганда это 90 процентов а правда это может быть один процент все остальное непонятный туман войны но хоть что-то из их заявлением было отражал реальность скажем так какая-то часть ракет видимо целей достигла то есть это несомненно что я имею ввиду под достигла цели то есть значительная часть ракет была очень значительно перехвачена и тут все понятно часть ракет пропущенная они взорвались даже может быть в сотнях метров от интересных объектов но они были пропущены их специально не перехватывает важно понимать что перехватчики одессе задействованы были перехватчики типа heads 2 и heads 3 heads 3 это перехват можно сказать в космосе самый высотный heads 2 более низовой каждый из них стоит очень дорого для израильского и американского налогоплательщика от двух до трех миллионов долларов за штуку по разным оценкам это еще дешево по американским меркам но очень дорого само по себе и таких перехватчиков что еще важно их в принципе не может быть безграничное количество это я мягко выражаюсь поэтому очень важно пропускать те цели которые опасность не представляют даже если они взорвутся в относительной близости от объектов поэтому кое-что прошло кое-где цели прошли ракеты есть видео соответствующие где можно видеть поражение территории аэродромов но кстати говоря территория аэродромов это очень большие территории и важны объекты конкретные на аэродромах с точки зрения поражения кстати вот сейчас мы видим именно этот кратер в считанных метрах от школы здание которой потерпела очень и очень серьезный урон и возможно будет подлежать сносу так кстати и за пару часов до этого школьники в преддверии еврейского нового года еще находились в этом здании так вот часть что-то им удалось поразить я думаю всплывут кое-какие спутниковые снимки где будут видны места какого-то материального ущерба но я могу сказать следующее значит заявление о том что 80 или 90 процентов а если такая версия ракет поразили цели это откровенная ложь скорее 80 и 90 процентов не поразили свои цели это близко к истине может быть истинно мы услышим статистику видимо в ближайшее время по поводу уничтоженных самолетов могу сказать точно самолеты уничтожены не были есть официальная официальное сообщение армии обороны израиля и здесь можно верить в данном случае что летные возможности ввс израиля и возможности по обнаружению целей противника не пострадали ввс продолжили кстати говорят действия активные действия в течение этой ночи в разных местах на театрах боевых действий впрочем удара по ирану не было но и самолеты конечно еще раз повторю уничтожены не были это попытка выдать желаемое за действительность при этом мне отдельно кажется важным показать что во время атаки на израиль происходило в газе и как жители газа реагировали на массовую ракетную атаку мы слышим радостные крики аллаху алба люди вывалили на улице газы и снимают фотографируют радуются танцуют поздравляют друг друга с атакой на израиль при том что если посмотреть на карту воздушные тревоги то газа тоже там отмечено как возможный возможный пункт прилета прилетал или в газу давид нет в газу не прилетала тревога была в израильских естественно естественно динамиков из которых звучит сигнал тревоги в секторе газа нет однако поблизости в израильских населенных пунктах в любых израильских населенных пункт и возле газа таковые присутствуют и соответственно и они включаются в В случае необходимости включались они в очень многих местах, почти по всей стране Израиля, кроме Крайнего Севера и Крайнего Юга. Кстати, такой вот курьез, горький курьез, журналисты, ведущие репортаж из приграничного города, приграничного на севере города Кирьяшмана, где идут боевые действия против Хизбаллы, по соседству буквально. Город, который выселим в заметной степени, большая часть граждан которого его покинуло по вот этой схеме выселения из 5-километровой зоны, а на самом деле там и не совсем 5-километровая зона. Так вот, журналисты, ведущие прямой репортаж оттуда, как раз тревоги-то не слышали, хотя у них обычная тревога на ежедневной основе, они смеялись, что мы сейчас в самом безопасном месте Израиля находимся. Те кадры, которые вы показали, тут Газа в этом не одиноко, кстати, невинные жители Газы приветствовали изо всех сил обстрелы Израиля собственными ракетами, пока у них еще было должное количество. Есть знаменитые кадры из больницы Шифа. В свое время больница Шифа была таким местом, которое Израиль очень с трудом решился штурмовать, и был огромный, значительный международный дискурс насчет того, можно ее штурмовать, нельзя. Там был штаб Хамаса под больницей. Так вот, до того, как еще те, кто там находился, были эвакуированы, есть знаменитые кадры, где они массово приветствуют все эти невинные беженцы, массово приветствуют ракетный удар по Израилю, наносящихся чуть ли не с соседних позиций. Это очень показательно, с кем мы имеем дело. Впрочем, для израильтян это не новость. И вот эта ирония судьбы, о которой я говорил, что от 180 иранских ракет единственный погибший, это был палестинец из Газы. Но эта ирония судьбы показательна. Он думал найти лучшую судьбу в нескольком ином месте, и именно там его настигла не чья-нибудь, а именно иранская ракета. Впрочем, если быть серьезным, он там застрял, по всей видимости, из-за войны и не мог вернуться в Газу. Это была, собственно, такая уважительная причина. Что мы на этом фоне можем сказать о наземной операции израильской армии в Ливане? Она немножечко отошла как бы на второй план, хотя ее начало тоже, как мне кажется, важная и политическая, и военная веха для Израиля. Безусловно, правильнее не скажешь. Это важнейшая веха, это своего рода Рубикон, но, как всегда, в любом деле показательно будет то, что произойдет дальше. На данный момент, ну, во-первых, есть, конечно, туман войны, цензура и разного рода сценарий продолжения сухопутной операции. На данный момент, из того, что разрешено публикации, того, что по факту есть, относительно небольшие силы, в принципе, ну, скажем так, под командованием штаба одной из дивизий, зашли в места, которые находятся вплотную к израильской границе, с целью взять их под контроль, дабы было избежание прямых ракетных обстрелов, ну, скажем, с господствующих ПСО, но это даже вторично. И главное, это поиски, уничтожение, скажем так, инфраструктур Хизбалы, которые в этих деревнях находятся. Что имеется в виду под инфраструктурами, в данном случае, это хранилище вооружения и разного рода позиций, которые Хизбала ранее готовила, в том числе и для вторжения в Израиль внезапного, наподобие 7 октября. Вообще, вчера были южный, с северным округом израильским были очень интересные кадры, не то, что кадры представлены, а, собственно, экспозиция и выставка. Как было разрешено вчера к публикации, в течение многих месяцев на протяжении этой войны силы специального назначения проводили операции внутри ливанской территории, я подчеркиваю, силы специального назначения. Таких было проведено именно вот этого типа операций, 70 штук. Их суть заключалась в том, что они выдвигались в те или иные деревни Южного Ливана, в том числе и на глубину 10 километров. Иногда операции проводились в течение дня, иногда 3 дня. И они как раз и занимались поисками вот этих самых схронов, где готовилось нападение на Израиль. Это были туннели, пещеры. Туннели иногда на глубине 30 метров и протяженностью 100 метров. И там была найдена масса оружия, которая ждала тех, кто должен был, согласно плану, скопиться в этих деревнях. Это бойцы спецподразделения, боевики, бойцы спецподразделения Хизбаллы Радуан заполнить эти деревни и по команде спуститься в те места, где хранится оружие, экипироваться, приблизиться к израильской границе и внезапно атаковать ее в разных местах. И это должно было быть по замыслу Хизбаллы гораздо-гораздо эффективнее оно бы было. Гораздо эффективнее, мягко говоря, чем 7 октября со стороны Хамаса. В этих пещерах и туннелях многие из туннелей выходили, например, к 80 метрам до израильской границы, чтобы появление боевиков было внезапным. Далее они прорывают забор и действуют по плану. Кстати, была найдена и карта, на которой этот план был очень хорошо расписан. Масса вооружения, причем в том числе тяжелого пехотного вооружения, в том числе противотанковые управляемые ракеты «Корнет» российского производства. Все это было показано на вчерашней выставке, есть видео. И вот первичная задача сухопутной операции на данный момент – это подчистить то, что не было подчищено силами специального назначения в близлежащих деревнях. Это важные действия, но сказать, что этих действий будет достаточно для того, чтобы очень сильно приблизить конечную цель войны, то бишь возвращение жителей Израиля северных в свои дома и создание условий, когда Хизбаллы, грубо говоря, нет в Южном Ливане, или, по крайней мере, Хизбалла не представляет серьезной опасности для Израиля. Это действия, как уже говорится, необходимые, но отнюдь недостаточно. Это лишь один из шагов, важная веха, и очень многое будет зависеть от того, какие решения примут дальше, в том числе касательно сухопутной составляющей. На данном этапе это, скажем так, низовой сценарий составляющих из того, что мы можем говорить. Давид, вкратце упомянули, но все-таки хочется еще пару слов про теракт, который произошел прямо перед началом ракетной атаки. Знаю, что террористы уже застрелены. Удалось ли выяснить, кто это были и почему они решились на убийство людей? Почему они решились? Это вопрос так у нас редко стоит. Желающих решиться на убийство людей множество, ну, скажем так, среди жителей так называемого западного берега реки Ордан, или Иудеи и Самареи, таких людей очень много. И попытки, причем как одиночек, так и членов разных ячеек террористических организаций, случаются регулярно. Другое дело, что служба общей безопасности Шабак, ответственная за антитеррор, как правило, действует очень эффективно, и в подавляющем большинстве случаев удается предотвратить военным и Шабаку эти теракты. Однако проникновение в Израиль из этих территорий достаточно простое дело, и это им удалось. И то результат на лице. Многие спрашивают, этот вопрос очень стоял на повестке дня вчера, что это чуть ли не согласовано было с иранской атакой. Это было за считанные минуты до иранской атаки произошло. Даже если действовали террористы из ячейки Хамаса, мне сложно представить, мягко говоря, что Иран прямо занимался тем, чтобы согласовать через Хамас свою масштабную стратегическую атаку с терактом такого рода. Более того, смысла в этом согласовании, даже если бы это можно было сделать, а допустим, это можно было сделать, никакого смысла я в этом не вижу. Если бы теракт произошел в час дня или в восемь вечера, это бы не имело никакого значения в плане того, насколько эффективной или неэффективной была атака. Так что я не думаю, что здесь была какая-то связь. Это мелкая конспирология, всего лишь связанная с совпадением. Но фактически теракт в плане своего результата выдался очень кровавым. А вот сами по себе эти действия были достаточно банальны. Такого рода события иногда происходят. К счастью, в большинстве случаев результат гораздо менее плачевный. Либо вообще отсутствует, особенно когда удается превентивно принять все необходимые меры. Но не в этом случае. И кто-то взял уже на себя ответственность за этот теракт? Ну, во-первых, ответственность иногда, как ни странно, может не говорить об исполнителях реальных. В принципе, я имею в виду не реальных исполнителей, а фамилии исполнителей известны. Я имею в виду организации как исполнителя. Теракт был одобрен. И, по сути, судя по предположениям и тому, что можно считать, действовали либо одиночки, либо члены ячейки Хамаса. Город Хеврон, из которого они пришли, является одной из опорой, такого рода опорой и эпицентром активности Хамаса. Так что, скорее всего, это тут либо это сторонники Хамаса, либо это члены ячейки организации. Такой вот, в буквальном смысле, но я не говорю с партбилетом, но в прямом смысле, будь это иной город, был бы выбор несколько более широкий. Тут почти наверняка это именно так. Давид, остается у нас буквально пять минут, но мне очень важно обратить внимание и на другой фронт, на захваченный Углидар в первую очередь. Можете ли вы сказать, каким тактическим последствиям это приведет? На первый взгляд, это нельзя назвать оперативным успехом российской армии. Речь идет о небольшом городе, здесь 10 тысяч населения до большой войны, и причем небольшом и по размерам. Это своего рода такой, как микрорайон высоток примерно, если кто-то заинтересован, может это увидеть. Город не является важнейшим логистическим узлом, он в заметной степени символ, символ успешной обороны украинцев на протяжении долгих лет. Его захват сам по себе не приведет к какому-то глубокому прорыву, если, и вот это я хочу особенно подчеркнуть, если рубежи севернее Углидара, а рубежи там существуют оборонительные, если они будут защищены так, как нужно. В этом случае налицо определенное продвижение в сторону такого важнейшего населенного пункта, как Курахово, продвижение с юга. Но если рубежи будут удерживаться должным образом, это не критически важная ситуация. Если мы сравниваем значимость Углидара с другими городами, то сравнить его с Курахово, или тем более с Покровском, который является целью российской армии, невозможно. Тем не менее, потеря Углидара это тоже чувствительный удар, как ни крути, и все упирается в то, как его будут оборонять дальше с севера от города. Но еще, конечно, важный момент, который очень существенно обсуждается украинцами, были ли допущены ошибки при его обороне, были ли допущены ошибки при принятии решений. Я согласен с этим мнением, не буду, так сказать, даваться в детали. Как и с тем мнением, я согласен, я имею в виду позиции украинских военных, которые объясняли это наглядно, что решение об оставлении Углидара должно было быть принято раньше. Тем не менее, это то, что есть. И в любом случае важно отметить, что основными участками фронта является сегодня Кураховское и Покровское направления. Это несколько северний Углидар. Что касается Покровского направления, там тоже идут продвижения. Ожидаете ли вы захвата Покровска, если да, то когда? Я в таком плане, конечно же, я не могу ответить, ожидаю ли я захвата Покровска. Я, можно ожидать, что продолжатся наступательные действия российской армии, если не будет каких-то особенных контрударов или не истощится наступательный потенциал, что предположить сложно, россияне потихоньку продолжат продвижение к Покровску. И здесь упирается, и здесь и Курахова. И здесь все упирается, как мы часто с вами говорим, в наличие, кроме принятия правильных или неправильных решений, как обороняющимися, так и наступающими, в наличии резервов у обеих сторон. И в первую очередь у украинцев. Если у украинцев возможность переломить ситуацию и остановить продвижение, напрямую упирается в огневые ресурсы, количество боеприпасов и количество боеспособных резервов. В первую очередь боеспособных сил, а не, скажем, бригад недавно сколоченных, которым очень сложно выполнять боевые задания на ответственных участках. Насколько эти возможности у украинцев есть, на данный момент сказать сложно. С другой стороны, они вполне целенаправленно задействуют силы первой линии в Курской области, считая, что это приоритетное направление. Это тоже вопрос, эта тема тоже такая спорная, вызывает дискуссии. Ситуация очень и очень напряженная. Это основное направление приложения усилий российской армии. Покровск и Селидово, Покровск, Селидово и далее Курахово. Именно там нам стоит ожидать основных событий в ближайшие недели. При этом сама российская армия тоже страдает от снарядного голода. Во всяком случае, так утверждают некоторые представители этой самой армии. Давайте послушаем 13-го. Ребята, еще хотелось бы поднять очень важный вопрос снарядного голода в войсках. Это не, скажем так, не как-то локально там где-то, да? А вот это сейчас ощущается на разных направлениях. И набирает это нездоровую тенденцию. Тринадцатый утверждает, что на всем фронте Россия страдает от снарядного голода. И он связывает это с уничтожением крупных складов боеприпасов. Но задается вопросом, но промышленность-то ведь работает. Где снаряды, где боеприпасы, спрашивает Тринадцатый. Где они, вы не знаете, Давид? Во-первых, промышленность работает. Но, во-первых, они привыкли. Мы имеем разные сведения о том, сколько удается закупить, сколько произвести снарядов. Мы слышали и есть информация о том, что Северная Корея поставила единоразово в начале своего такого масштабного сотрудничества с Россией. Подчеркиваю, масштабного. Потому что большое количество, а вот дальше, я, например, сомневаюсь, что Северная Корея, после того, как опустошила свои запасы, способна постоянно поставлять именно значительное количество. Ее производство тоже ограничено. При всем масштабах ограничено производство и российской армии, а привыкли они, можно сказать, к роскоши определенной. Были лимиты в двадцать третьем году, об этом тоже жаловались и россияне, жаловался и Путин. Их лимиты, это не украинские лимиты, но, тем не менее, они тоже существуют. Расход во время наступательных действий большой, потери в артиллерии достаточно велики, склады уничтожены и очень серьезно прорежены. Это факт. Поэтому, если пострадали, а есть основания считать, пострадали значительные запасы артиллерийских снарядов, промышленность их долго, их сложно будет компенсировать. Либо будут новые поставки, либо придется снизить потребление. Снижение потребления, скажем, даже на 10-20% в сравнении с тем, что привыкли, это очень существенно. Ежели цифры еще и больше, чем 10-20%, мы тут знать не можем, то это вообще, безусловно, сильно влияет на ход боевых действий. Российской армии, плотность артиллерийского огня, это важнейший фактор успеха, я бы так сказал, важнейший фактор почти всего. Пехота, плотность артиллерийского огня и разведка, доразведка дронами, а также удары, я имею в виду ударными дронами. Это примерно схема, которая, основная часть схемы, которая действует на Покровском и ряде иных направлений. Естественно, там, где есть успех, тактика, как правило, более успешная, чем там, где атакуют, скажем, в лоб и достаточно бездумно. Но все основывается вот на этом. И, конечно же, артиллерийский огонь здесь важнейший фактор. Так что лимиты, лимиты, безусловно, мешают. Но, опять-таки, у каждого свой лимит, и это тоже нужно понимать. И еще буквально на одну минуту вопрос. Зеленский заявил об успешном испытании первой в истории украинской баллистической ракеты. Что вы знаете про эту ракету и насколько это действительно важно и может помочь Украине в обороне своих территорий? Мы уже слышали это заявление об успешном испытании. Я думаю, что это, ну, слышали это месяц или что-то в этом роде назад. Думаю, что речь идет о том же самом испытании. Сказать об этой ракете многого нельзя, но примерно следующее. Речь идет о реализации, по всей видимости, проекта, который еще разрабатывался до войны. В том числе по финансированию Саудовской Аравии. Тогда он носил название «Гром» или «Сапсан». Речь шла о ракете дальностью в несколько сот километров, которая должна была бы быть довольно высокоточной. Но за год-два до войны, примерно с 2019 года, видимо, со сменой власти, как можно судить, финансирование этого проекта было урезано. И, в общем, он особо не продвигался. Но там целая история, на самом деле. В любом случае, на момент начала войны готовность ракеты, то есть были определенные заделки, достаточно существенные, но до готовности, до оперативного уровня было 2-3 года по оценкам оптимистов. Но на сегодняшний день, как раз 2-3 года, вот этот срок как раз, в общем-то, истек. Как мы слышали, испытание было. Это может иметь большое значение. Вопрос, насколько близка ракета готовности. Ходят слухи из украинских источников, что близка. Что до Нового года и, в любом случае, в ближайшие месяцы, это будет изделие, которое можно применять на поле боя. Видимо, речь идет о ракете дальностью 500-700 километров, то есть, достигающей, спокойно достигающей Москвы с украинской территории. Насколько она высокоточна и какие у нее боеголовки, и насколько она надежна, пока мы судить не можем. Это может дать показать только практика. И еще один важный момент. Даже если ракета будет готова через несколько месяцев, это будет, конечно, серьезной проблемой для России. Украинцы получат очень важный инструмент. Но нет никаких сомнений, что большого количества этих ракет производить не будет возможности. В условиях, когда их с нуля буквально надо производить. Когда страна находится под ударами. Любая точка может подвергнуться ударами российской армии. Отпустим, часть компонентов можно производить за границей. Но это сложная производство, технологичная. Даже россияне вышли на уровень нескольких десятков искандеров очень через долгий срок. Это дорогой продукт, безусловно. Но, допустим, деньги, может быть, и не будут проблемой. Но все равно это дорого. Так что вряд ли украинцы смогут производить в лучшем случае, таковы мои оценки, я удивлюсь, если будет иначе, больше, чем несколько ракет в ближайшей, в такой краткосрочной, среднесрочной перспективе. Но и это будет немало. Весь вопрос, каковы ее реальные тактико-технические характеристики. Если она окажется реально высокоточной, одно. А если ее точность будет, скажем, сотни метров от точки прицеливания на дальности 500-700 километров, это другое. Естественно, как она будет устойчива к перехвату. Впрочем, поживем увидим. Видимо, если несколько месяцев, в самом деле, осталось до ее дебюта, ждать осталось недолго. Горячо благодарим лучшего военного эксперта, ценнейшего. Давид Шарп, военный эксперт у нас на связи. Хорошего вам дня и мирного неба над головой. Спасибо, Давид. Большое спасибо. Я аж покраснел от этого комплимента. Но буду стараться. В любом случае, хорошего дня и побольше хороших новостей. До свидания.